здравствуйте я надеюсь что ученики восьмых классов приготовились к уроку химии у вас открыты тетради у вас имеются периодическая таблица и конечно у вас имеются ручки и так мы начинаем наш урок тема сегодняшнего нашего урока это валентность и степень окисления и так вспоминаем валентность валентность это способность атома присоединять или замещать определенное число других атомов или атомных групп с образованием химической связи и обозначается римскими цифрами с этим понятием мы с вами уже знакомились когда учились составлять формулы по валентность напоминаю что у металлов главных групп периодическая система валентность равна номера группы то есть элемент 1 2 группы их валентность соответствует номер группы у не металлов высшая валентность элемента равна номеру его группы в периодической системе а низшая находится как разность между числом 8 и номером группы в котором расположен данный элемент вам знакома таблица и вы в курсе что элементы бывают постоянной валентности элементы с переменной элементы с постоянной валентностью обратите внимание они имеют только валентность 1 2 и 3 и элементы с переменной валентностью сера мы с ней часто будем встречаться может иметь валентность 2 4 и 6 азот 1 2 3 4 фосфор 3 и 5 железо нужно запомнить что оно может быть 2 и 3 валентная, медь 1 и 2 валентной, углерод кремний может иметь валентность 4, а может иметь валентность 2, галогены могут иметь валентность 1, 3, 5 и 7. Вспоминаем, как составляется формула по валентности. Итак, нужно проставить валентность элемента, определить наименьшее общее кратное ног, выражающих валентность обоих элементов. Деление ног на валентной соответствующего элемента находим индексы, то есть у натрия валентность 1, у кислорода 2, общее число 2 делим на 1, около натрия ставим двойку, индекс 2, 2 разделить на 2, 1, 1 не пишется. Можно использовать эту же методику при составлении сложных веществ, то есть алюминий OH трижды. Мы знаем, что валентность всей группы OH равняется 1, соответственно, формула алюминий OH трижды. Теперь запомните, пожалуйста, валентность не равно степени окисления. Понятие валентности можно считать родственной такой характеристикой, как степень окисления. Тем не менее, обе эти характеристики не тождественны друг другу. Молекула азота имеет формулу N2. Валентность у азота 3, потому что валентность определяется количеством связей, которые образуются между атомами. В данном случае их 3. Степень окисления у азота 0. Для атома одного и того же элемента, в зависимости от элементов, которыми он образует химическое соединение, валентность и степень окисления могут совпадать, а могут различаться. Поэтому, если вас просят найти степень окисления, вы находите именно степень окисления. Никогда не путайте ее с валентностью. Еще раз напоминаю, что они могут не совпадать. Записываем в своей тетради. Степень окисления – это условный заряд атомов, химических элементов, соединения, вычисленный на основе предположения, что все соединения состоят из ионов. Как определяют степень окисления? Следующее мы будем записывать это всего двумя буквами. С, О. Степень окисления атома в простых веществах, запоминаем, всегда равна нулю. Степень окисления фтора всегда минус один. Почему? Фтор – самый сильный по электроотрицательности элемент. И он у всех, без исключения элементов, оттягивает электроны. А принять он может только один электрон. Поэтому его степень окисления в соединениях всегда минус один. Степень окисления – минус два у кислорода. Кислород второй по силе электроотрицательности. Исключения нужно запомнить, кроме H2O2 и O2, где кислород может принимать степень окисления минус один и плюс два. Степень окисления водорода всегда плюс один. Кроме соединений с металлами. Здесь водород является более сильным по электроотрицательности, чем металлы. И поэтому именно он оттягивает на себя электроны металла. Степень окисления с металлами один, два, три соответствует номеру группы. Степень окисления не металлов со знаком плюс номера группы. Степень окисления не металлов со знаком минус. Восемь – это столько электронов может поместиться на последнем электронном уровне. Минус номер группы. Возможные степени окисления. Степень окисления бывают разные. Максимальная степень окисления равна номеру группы. И обычно она положительная, равна числу отданных электронов. Отрицательная степень окисления равна числу принятых электронов. И называется минимальной степень окисления. Ее можно вычислить 8 минус номер группы. Нулевая степень окисления имеют атомы в молекулах с неполярной связью. Запомните, что если вещество образовано ковалентной неполярной связью, то степень окисления этих атомов всегда равно 0. Различают постоянную и переменную степень окисления. У металлов степень окисления всегда положительная и всегда равна номеру группы. Смотрите, у металлов первой группы степень окисления всегда плюс 1. У металлов второй группы степень окисления всегда плюс 2. У металлов третьей группы степень окисления плюс 3. И степень окисления втора равна минус 1. Переменная. Все остальные металлы, кроме перечисленных, а это могут быть металлы побочных подгрупп, и могут иметь переменную степень окисления. Почти все неметаллы у атома кислорода, степень окисления минус 2, кроме соединения со фтором, это офтор 2, помните, что это фторит кислорода, и в пероксидах. Если у водорода степень окисления плюс, плюс умножить на 2, общий заряд получается плюс 2, значит делим на 2, заряд кислорода минус 1. У атомов водорода степень окисления равна плюс 1. И кроме соединений с металлами, если у металла плюс 1, значит у водорода степень окисления минус 1. Вы обратили внимание, что молекула в целом всегда электронейтральна. Если сложить степень окисления всех элементов в молекуле, то общий заряд должен равняться нулю. Нулевая степень окисления простых веществ. Кислород степень окисления 0, хлор 2 степень окисления 0, железо степень окисления 0. Итак, у всех простых веществ элементы имеют степень окисления 0. Суммарная степень окисления в молекуле всегда равна нулю. Натрий 2О. 1 плюс 1 умножить на 2 плюс 2 минус 2. Алюминий хлор 3. Минус 1 умножить на 3 минус 3. И у алюминия плюс 3. Барий H2 у водорода минус 1. У бария плюс 2. Минус 1 на 2 минус 2 плюс 2 равно нулю. Для того, чтобы рассчитать степень окисления данного элемента в соединении, надо знать степень окисления другого элемента. Давайте поработаем. Определить степень окисления в соединениях калий 2О, алюминий H3, кальций, фтор 2. Итак, калий 2О. У кислорода степень окисления минус 2, так как калия 2 делим на 2, у калия степень окисления плюс 1. Алюминий H3. Степень окисления водорода всегда минус 1. У алюминия плюс 3, соответственно, минус 1 на 3 равняется нулю. У кальция плюс 2, у фтора минус, потому что атома фтора 2. Промежуточные степени окисления, их нужно запоминать. Существуют соединения, у которых элементы могут иметь промежуточные степени окисления, то есть не минимальные и не максимальные. Рассмотрим возможные степени окисления серы. Максимальная степень окисления серы плюс 6. Соответственно, если кислород минус 2, соединение СО3. Минимальная степень окисления минус 2 в соединении H2С. У водорода степень окисления с ней металлами плюс, значит, у серы минус 2. Н2О3. На первом месте стоит элемент со знаком плюс, на втором месте всегда состоит элемент со знаком минус. У кислорода постоянная степень окисления минус 2, кроме тех исключений, о которых мы с вами уже проговорили. У азота переменная степень окисления, то есть у кислорода минус 2, у азота пока мы не знаем. Минус 2 умножаем на 3, получается минус 6. Делим на 2, получаем плюс 3. Найдите степень окисления. Кольцо, алюминий, хлор 3. Еще раз подсказываю, алюминия могут быть степень окисления, только совпадающие с номером группы. Значит, это плюс 3. И если вы подумали, то у хлора получается степень окисления минус 1. Следующее соединение. Феррум 2С3. В данном соединении железо трехвалентно, значит, степень окисления у него плюс 3. У серы высчитываем. Плюс 3 у железа умножить на 2, получается плюс 6. Разделить на 3 с отрицательным знаком. У серы степень окисления минус 2. Калий 2О. Вспоминаем, у калия степень окисления плюс. Значит, у кислорода в данном случае степень окисления минус 2. Феррум бром 2. В данном соединении железо двухвалентно, значит, степень его окисления плюс 2. И у брома тогда степень окисления получается минус 1. Алюминий N. Алюминий может иметь в соединении степень окисления только плюс 3. И, соответственно, у азота в данном соединении степень окисления минус 3. Вывод. В чем же отличие валентности и степени окисления? Итак, валентность характеризуется числом химических связей и может не иметь знака. Валентность не может равняться нулю, то есть не бывает ноль связей. Валентность не может быть дробным числом, и валентность имеет определенный предел применения. Степень окисления имеет знак плюс, ноль или минус. Степень окисления может равняться нулю. Степень окисления может быть дробным числом. Степень окисления химических элементов можно определять в любых веществах. Еще одна картинка, которую вы можете использовать, если заснимете. Обратите внимание, внизу расположены элементы и показаны, отмечены квадратиками, какие степени окисления возможны для этих элементов. Мы видим водород, у него степень окисления минус 1, плюс 1. Гелий – это инертное вещество, поэтому у него только 0. Очень интересно наблюдать за азотом. Обратите внимание, у него может быть степень окисления минус 3, плюс 1, плюс 2, плюс 3 и плюс 4 и плюс 5. Ну, 5, плюс 5 степень окисления не характерная для азота, и она является высшей степенью окисления. Определите степень окисления. H-хлор, литий H, цинк H2, H2O, H2S, натрий H, H3N, H3P, магний H2, H2F. Точно так же нужно определить степень окисления по формулам хлор-2О7, натрий H, натрий-2С, магний-О, H3N, N2, алюминий-2С3, купрум-2О. В качестве домашнего задания предлагаю вам сфотографировать таблицу и определить для данных формул тип химической связи, вид кристаллической решетки, степень окисления и структурную формулу молекул. Обратите внимание, что для алюминий-2О3 я дала несколько подсказок. Итак, фотографируете таблицу и выполняете ее дома. На этом наш урок закончен. Я советую вам потренироваться, и тогда вы всегда будете дружить с химией. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok